МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Натальи Полякова. Сегодня в выпуске. Во дворце Нинобор состоялось первое, не спортивное, но концертное мероприятие. О том, что пел Николай Расторгуев и как выступала группа Любовь в сюжете Мария Сергеенко. Разговор о важном для учеников лицея номер 27 проводится каждый понедельник. Кто стал гостем очередной встречи, узнавал Андрей Мамошин. Жизнь в хоккее и хоккей в жизни. Известный брянский игрок и тренер Александр Анатольевич Воронин отметил 70-летие. В честь юбилея в Ледовом дворце Брян состоялся необычный товарищеский матч. Подробности расскажу вам я, Дмитрий Кузнецов. Полицейские линейного отдела поздравили своего коллегу, ветерана Ивана Андреевича, с профессиональным праздником. Подробнее расскажу я, Александра Савельева. Во многих школах Брянской области открываются первичные отделения российского движения детей и молодежи. Школа номер 13 не стала исключением. На торжественной церемонии открытия побывал я, Дмитрий Газин. Атас, Батяня, Комбат, Верка. Два десятка известных и любимых песен исполнила группа Любе на концерте в Брянске. Впервые действие такого масштаба состоялось во дворце единоборств имени Артема Осипенко. Монтировать сцену начали за день до концерта. Четыре машины аппаратуры, дополнительный свет и звук, чтобы слышно было всем секторам. Купили новое антивандальное покрытие, надежное, плюс стулья для портера. Возможности дворца единоборств под 4000 зрителей. Первый концерт для Брянска – это историческое событие. Уже сейчас понятно, что это, наверное, все-таки по той вместительности, по комфорту, по звучанию. И, ну, все, что касается проведения концертно-зрелищных мероприятий, я думаю, это единственная концертная площадка в городе, которая станет уже в дальнейшем, будет регулярной, и люди будут получать большое удовольствие здесь. И здесь мы можем уже возить разные проекты. Каждый из нас – это и есть Россия. Любе! В нашем выступлении вы слышите разные песни. И старые песни, и очень старые, другими словами, из нашего обширного репертуара. Вот, хотел спросить у вас, как там звучит, все ли в порядке, потому что у нас… Мы открываем, вообще-то, этот зал. Здесь самое первое выступление, его недавно построили. И ты споешь, и тихо клювный вздохнул, и вновь тебе подпоем. Привет, старшего дорога! Как и планировал губернатор Александр Богомаз, дворец единоборств стал центром притяжения не только спортсменов, но и организаторов концертов, проектов, шоу. Акустика можно и слушать, и петь. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Ночью в поле звезд благодать. В поле никого не видать. Кто-то снимал Расторгуева на смартфон, а кто-то держал открытым фото. На снимке мамы, сынок, Влад Еламков. В марте ему, 32-летнему парню, попалось видео, как русским солдатам националисты простреливали ноги. Спустя две недели, 6 апреля, Влад уехал добровольцем. Слишком справедливый был. На все смотрел тяжело. Особенно вот эти кадры были, когда вот… Это был спусковой крючок, когда он окончательно принял решение. Я сильно пытался, конечно, повлиять на него как-то, хоть. Но это бесполезно. Влад погиб в конце прошлого года. Мама Влада говорит, слушать музыку больно, но сын любил и одобрил бы поход на любе. В зале больше 200 мест особого статуса, родственники и близкие тех ребят, кто погиб в СВО. Об этом распорядился губернатор Александр Богомаз. К ним же подошел в перерыве. Приглашали своих мамочки из комитета семей воинов Отечества. Сыновья как? Отлично. Вопросы личные. О преподавании истории в школах, о новых уроках, о важном. О проектах комитета семей воинов Отечества. Концерт продолжался до 22 часов. На отлично сработал аппарат, свет, звук. Люди благодарили. Удобные кресла, кондиционер. Все в меру. С избытком были только эмоции. От старых известных песен, которые в наше время звучат по-особому. Пока шел концерт, выпал снег. Ко дворцу единоборств подали дополнительные автобусы, троллейбусы. В соцсетях писали. По пути домой люди хором пели песни любе. Мария Сергеенко, Дмитрий Матеров, Алексей Рязанцев. Брянск. Разговоры о важном. Каждый понедельник в школах, гимназиях и лицеях по всей стране обсуждаются самые актуальные темы. Исторические даты, великие люди, ситуация в стране и мире. А гостями тематических циклов становятся известные и интересные личности. К воспитанникам лицея номер 27 на открытый диалог пришел губернатор Брянской области Александр Богомаз. В этом классе выпускники. И все 11 лет обучения по понедельникам. Классные часы, актуальные вопросы, наша история. И, конечно же, обсуждение того, что волнует ребят. И не только их. Сегодня такая внеклассная работа. Этот цикл тематических мероприятий проводится по всей стране. Разговоры о важном. Тема Россия в мире. Именно в такие моменты, в такие дни можно понять, кто для нас друг, а кто для нас враг. Как Владимир Владимирович Путин говорил, наши братья, наши земляки, потому что связаны одной историей, одним языком, одной культурой, одними нравственными ценностями, переплетенные с ними. И поэтому мы не могли просто остаться в стороне и не помочь им. Россия и историческая правда. Почему нас не любят и боятся, кого мы защищаем и против чего воюем. Об этом поговорить с лицеистами пришел губернатор Брянской области Александр Богомаз. По обе стороны от него матери погибших героев. Людмила Журавлева, сын погиб в Сирии. Марина Седнева, совсем недавно ее сын погиб в ходе СВО. Поговорить с ребятами о важном пришел и отец двоих сыновей, которые сейчас воюют на Украине. Александр Чайковский. И вот здесь очень важно, чтобы наши дети, наши будущие городские правители России понимали. Понимали, а зачем, а для чего, а нужно ли это было делать. А почему у нас случается так, что на протяжении всей существования России никто нас в мире не любит? Почему нас в мире не любят, ребят? Ну, что нас удается. Ну, многие видят в нашем государстве, в нашей стране большой источник прибыли. Ну, правильно. Ты же молодец. Тема разговора близка каждому. У кого-то папа на СВО, у кого-то друг стал добровольцем. А у кого из вас родные и близкие сегодня участвуют в специальной военной операции? Кто руки у меня поднимет? Четыре человека, да? А кто? Кто? Свою родную брат, моя мама. Свою родную брат, маму. А у вас? Папа. Какой была страна до революции 17-го года? Сколько партизан было в Брянских лесах? Как сегодня люди живут в Европе и России? Губернатор делает акцент, насколько важна роль учителя в том, чтобы ребенок правильно понял то, что сегодня происходит в мире. Вот наши беды всегда от незнания старших и невозможности передать знания детям. О подвиге своего сына лицеистам рассказала мама погибшего Дмитрия Седнева. За что погиб офицер, военный медик, спасавший жизни своих товарищей? Почему другого пути для него не могло быть, как и для сотен других ребят, отдавших жизни? И тех, кто сегодня выполняет свой долг? Все это разговоры о важном. Дети должны знать, что мы защищаем и кто против нас сегодня опять же воюет. Андрей Мамушин, Сергей Дюков, Дмитрий Матеров. События. Брянск. Полвека на благо брянского хоккея. 12 февраля 70 лет исполнилось известному игроку и тренеру Александру Анатольевичу Воронину. Человеку, который стоял у истоков создания брянской хоккейной школы. В честь юбиляра в Ледовом дворце Брянск состоялся товарищеский матч, в котором сборная правительства Брянской области во главе с губернатором Александром Магомазом встретилась с командой регионального управления МВД «Динамо». В середине 70-х хоккейная судьба занесла уроженца Нижнего Новгорода Александра Воронина в Брянск. Здесь он встретил свою супругу и навсегда прикипел к городу на Десне. И вот уже почти 50 лет брянский хоккей – это все в жизни Александра Воронина. С его именем связаны лучшие времена Бежицкой волны, а затем уже и хоккейного Брянска. Работа в хоккейных школах главных команд. Как заправский кризисный управляющий он приходил на помощь в самые сложные для брянского хоккея периоды. Занимал место на тренерском мостике, возглавлял тренерский совет. В бытность игроком Александр Воронин защищал ворота. И очень символично, что поздравить юбиляра приехал один из лучших вратарей в истории советского хоккея. Олимпийский чемпион, участник легендарной суперсерии СССР-Канада Владимир Мышкин. Мне очень приятно присутствовать на вашем празднике, посмотреть, как вы любите хоккей, посмотрите, какие эмоции вы уже до игры вы даете. Мне очень приятно поздравить юбиляра, человека, который вложил свою душу, вложил всю свою жизнь в развитие брянского хоккея. Хочется пожелать ему дальнейших творческих успехов и всем вам пожелать дальнейших побед и с гордостью нести знамя хоккея в Брянской области. Мы все, старшее и молодое поколение, помним и знаем наших прославленных олимпийских чемпионов, чемпионов мира, чемпионов Советского Союза, таких как легенда спорта Одессал Третьяк. Петров, Мальцев, Харламов, Якушев. Ну и, конечно же, в этом ряду достойное место занимает наш уважаемый гость, дорогой гость Владимир Семенович Мышкин. И я, конечно, хочу сказать вам огромное слава и благодарность, что вы нашли время приехать в Брянск, посетить наш славный город и дать дань уважения вашему коллеге Александру Анатольевичу, который также, как и вы, является символом в мире, в России, а он в нашей Брянской области. Хоккей, который сегодня динамично развивается на Брянской области. Мы за последние годы построили 8 ледовых дворцов, всего нас их 12. Я думаю, вот это вот большая-большая работа, которая сегодня проводится на нашей Брянской земле и даст те результаты, когда у нас появятся свои Мышкины, свои Мальцевы, свои Харламовы. Воспитывают будущих звезд брянского хоккея сейчас уже ученики Александра Воронина. У нашей легенды брянского хоккея сегодня юбилей. От имени депутатского корпуса из Брянской областной думы себя лично хочу поздравить этого человека, который, можно сказать, дал дорогу многим хоккеистам Брянской области, прославил брянский хоккей. И сейчас он с нами, у него сегодня юбилей. Дай Бог ему здоровья и дальнейших успехов. На льду сборные правительства Брянской области и регионального управления МВД «Динамо». Это не случайно. Помимо поздравлений юбиляру, товарищеский матч решено было приурочить еще к одной знаковой дате. В этом году отмечается столетие создания физкультурно-спортивного общества «Динамо». Мы, имея богатую историю, можем смело сказать, что воспитали и вырастили выдающихся спортсменов, наших земляков. Артема Осипенко, Илью Бородина, Ларису Куркину. И не только спортсмены, профессионалы, но и любители вносят свою лепту в развитие «Динамо»ского общества. Все, кто так или иначе связан с брянским хоккеем, прекрасно знают Александра Воронина. Про таких говорят безотказный. К Анатоличу, а именно так уважительно называют его хоккеисты, обращаются за консультацией команды чемпионата области и ночной хоккейной лиги. Он помогает молодым тренерам и колесит по районам в поисках талантов. Профессиональный подход к своему делу. Если на работу приходит в 6 утра, то он всегда на ногах, он всегда с нами, всегда подсказывает, всегда он с командой. Я всю жизнь старался, чтобы быть честным, быть в отношении к хоккею. Старался поднять этот хоккей, чтобы здесь была взрослая команда, мастеровая команда. Здесь потянутся дети, очень много ледового дворцов выстроено. Я езжу по районам, поэтому наблюдаю, идут по всем районам дети, очень большое количество. И вместе с ними задействованы родители, поэтому я думаю, у нас все получится. Команды решили порадовать юбиляра и зрителей яркой игрой и в обороне не отсиживаться. Точнее и удачливее в этом оказались игроки правительства. Создавшие себе уже в первой половине матча солидный задел в счете. Только прячь и только победа! Мы дружим с этой командой, мы дружим с многими ребятами, кто там выбирает. Поэтому принципиальных соперников для нас нету. Мы все друзья, играем в хоккей, стараемся развивать его по мере своих возможностей на территории региона. Поэтому у нас соперничества не существует. Мы друзья. Такая дружеская атмосфера – хороший пример для подрастающего поколения. Как можно не бросать любимый вид спорта, если тебе 50 и даже 60 плюс? Как относиться к сопернику? Как не опускать руки и бороться, несмотря ни на что? А еще это возможность запросто пообщаться с такими же поклонниками хоккея. Даже если вне площадки это губернатор и генерал. К слову, капитаны играющих команд решили подарить на память самым активным будущим звездам брянского хоккея – свои клюшки. Ну и как клюшка? Нормальная. Будешь играть или на память тебе оставить? Ну, буду с ней частенько играть. Так получилось, что я подошел к нашему губернатору и у него оказался другой хват. Он подошел, попросил к генералу и мне дали клюшку. Ты что с этой клюшкой будешь делать? Как память тебе оставишь? Играть, конечно, буду. Что же до самого матча, то динамовцы, несмотря на яркую концовку, так и не смогли догнать соперника. 5-4 победа сборной Брянской области. Но счет в таких поединках не главный. Ведь для юбиляра Александра Воронина, который помнит и провальные 90-е, и безнадежные нулевые, лучшего подарка, чем матч, в котором участвуют твои воспитанники, десятки мальчишек в хоккейной форме и переполненные трибуны современного ледового дворца в Брянске, наверное, и не придумаешь. Дмитрий Кузнецов, Сергей Дюков, Александр Власов, Брянск. На границе, в полях и на спортивной лыжне директор департамента растеневодства Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов посетил Стародубский район. Основная цель визита московского гостя – проверить подготовку нашего региона к весенней посевной. Смотрим готовность аграриев к сезонным полевым работам. Мы, конечно, не можем не обратить внимания на то, что некоторая часть сельскохозяйственных угодий у нас выбывает из оборота по причине проведения специальной военной операции. Но мы, во-первых, благодарны губернатору Брянской области Александру Васильевичу Богомазу за то, что он, во-первых, обращает внимание на нужды военнослужащих, на нужды мобилизованных, а во-вторых, делает все для того, чтобы весенняя посевная кампания 2023 года в Брянской области прошла на высоком уровне. Роман Некрасов побывал на границе, осмотрел оборонительные сооружения, а также открыл в Стародубском районе традиционный забег лыжня России. Побывал на местном турнире по зимней ловле на мормышку. Алексей Соболь, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Андрей Цветков. Стародубский район. Продолжается марафон открытий первичных отделений российского движения детей и молодежи в Брянской области. На этот раз в школе номер 13 имени Катунина и в школе номер 29 имени Кучерова. Объясняет всех детей одно движение. Там вы равны, все школьники страны. Ваши дела важны и нет сравнения. С самого первого класса Полина выступает на школьных мероприятиях. Творчество ей нравится, но хочет попробовать себя в другом направлении. Я бы занималась тем, но в частности хотела бы вступить в волонтерство. До этого нет, не занималась, но я очень много читала об этом, смотрела. И периодически я тоже сама помогаю людям, независимо от каких-то организаций. Поэтому мне это интересно. А Настя перешла в школу номер 13 всего полгода назад и уже ставит танцевальные фэш-мобы. Мне очень нравится творчество, мне нравится искусство и вот все, что с этим связано. Чтобы воплотить в жизнь свои задумки, обе девочки, как и другие учащиеся 13-й школы, вступили в российское движение детей и молодежи. Сейчас уже начнется электронная регистрация. Каждый учащийся от первого класса до 11-го класса должен будет зарегистрироваться электронно с помощью родителей, либо с помощью классного руководителя. И каждый из 623 детей вступит в это движение первых. Дарья Евсикова – ученица школы номер 29. Последние три года Даша – активистка, принимает участие во многих акциях и мероприятиях. Когда ее школа присоединилась к российскому движению детей и молодежи, решила стать лидером инициативной группы. Я очень надеюсь, что все ученики нашей школы сплотятся, будут организовывать новые всякие конкурсы, а также будут принимать участие во всех инициативных группах. Впервые за много лет в России появляется большое единое сообщество, которому уделяется внимание на федеральном уровне. Открытие движения первых в нашей школе номер 29 – это действительно очень круто, потому что у нас есть очень много возможностей, чтобы раскрыть свой собственный потенциал и участвовать в больших мероприятиях. Также учиться чему-то новому. Впереди нас ждет много ярких событий, смелых планов и новых друзей. Открытка героя «Блендажная свеча. Танец первых» в день открытия первичного отделения движения первых для учащихся школы организовали сразу несколько акций. Дмитрий Газин, Дмитрий Белов, Дмитрий Матеров, Алексей Рязанцев, Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В Брянске пьяный автомобилист, пытаясь уйти от погони, разбил чужую машину и чудом не покалечил себя и пассажиров. Инцидент произошел ранним утром 11 февраля в районе площади «Партизан». Эти кадры облетели местные паблики и вызвали шквал негодования. Куда он так летел? Все ли живы? Выяснилось, аварию устроил 25-летний рецидивист. Помимо него в машине находились еще трое. На автомобиль «Мазда», манера управления которым вызвала сомнения в трезвости водителя, госавтоинспекторы обратили внимание. Около пяти часов утра 11 февраля в районе дома номер 10 на улице Луначарского. «Не остановлю передовой! Закат, не остановлю!» Неоднократные требования остановиться Лихач проигнорировал и попытался оторваться от погони, но не вписался в поворот и перевернулся. В момент ДТП в машине находились четверо, в том числе хозяйка иномарки. За рулем ранее неоднократно судимый 25-летний житель Карачевского района. «Подлагаю вам пройти и освидетельствовать состояние алкогольного опьянения здесь на месте с помощью прибора «Драйвер». Вы согласны пройти?» «Не согласен». «Отказываетесь?» «Я даже могу сказать, пока я выпил». В ходе проверки было установлено, что управлявший автомобилем молодой человек водительское удостоверение не имеет. В отношении него составлены административные материалы, в том числе и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также горе-автомобилисту придется отвечать за управление транспортом без водительского удостоверения, невыполнение требования сотрудника ГИБДД об остановке и проезд на запрещающий сигнал светофора. А также, вероятно, компенсировать стоимость изуродованного авто его хозяйки. Ольга Макушникова при содействии Пресс-службы управления ГИБДД ОМВД России по Брянской области. Почти 10 миллионов рублей телефонные интернет-мошенники вновь поживились на доверчивых брянцах. На минувшей неделе их жертвами стали 29 жителей области. Самой затратной для потерпевших и доходной для аферистов стала схема с быстрым заработком в интернете. Четверо жителей региона надеялись разбогатеть, играя на бирже. В итоге лишились в общей сложности 2 миллионов рублей. Продолжаются мошенничества, связанные с размещением объявлений на специализированных сайтах, взломом аккаунтов и рассылкой сообщений с просьбой одолжить деньги от чужого имени и звонками на мобильный телефон от лже-сотрудников банков. 19-летнего парня неизвестный вынудил перевести 5000 рублей, угрожая в противном случае опубликовать порочающую его знакомую информацию. Обстоятельства происшествий уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В полиции призывают брянцев к осторожности при общении в сети и по телефону. Милиционер от бога, ветеран брянского линейного отдела МВД на транспорте Иван Андреевич Карпов. В преддверии профессионального праздника в гостях у ветерана побывали сотрудники ЛОВД. А теперь, мне кажется, друг без друга не проживем. Чита Карповых в браке 66-й год. Иван Андреевич – подполковник милиции в отставке. Юлия Степановна – учительница биологии и химии с 35-летним стажем. Детство обоих пришлось на тяжелые военные годы. Ивану было 9. Отец ушел на фронт. Когда немцы стали подходить, мать запрягла лошадь колхозную, нас посадила детей, а нас было пятеро. Коровку привязала, у нас был шарик, собачка. Уехать не получилось, нагнали немцы. В родные княжичи вернулись без единственного на тот момент защитника семьи. Шарика расстреляли. Несмотря на тяготы и лишения, после освобождения от немецких захватчиков, жизнь пошла своим чередом. Окончил 9 классов. Уже переросток был по годам. В 52-м году забрали в армию. КГБ. После Могилевская специальная школа транспортной милиции. Оперативный работник, начальник уголовного розыска. И, наконец, заместитель начальника линейного отдела полиции. Когда я работал, все преступления были раскрыты. Особенно убийства, грабежи, разбои. Я не один работал, конечно. Это компания, причем крепкая. И со знанием дела работать надо. Один ничего не сделает. Такие люди, как Иван Андреевич, действительно, реально гордость, я не побоюсь сказать, Министерства внутренних дел Российской Федерации. Это люди, которые создавали эту систему. Делали все на благо защиты граждан своей страны. Без надежного тыла в такой непростой работе не обойтись. Женились Иван и Юлия в апреле. Ему было 25, ей 27. Нам некогда было ложиться. У меня из школы прихожу, планы и все прочее там, все. Так, я сижу, и приготовить надо, и постирать, и все сделать. Ну, естественно, поздно ложилась. Раньше 12 я не ложилась. Раньше 6 не вставала. То есть позже 6. И все, и скорее на работу. В 6 часов я уже на остановке в родицу ездила на это, в школу. Вот. А он приходил ночью. За 24 года всего одно нераскрытое дело. Сколько там было мероприятий проведено, это не так просто. Ну, не удалось. Не удалось. А вот без меня раскрыли. Иван Карпов на пенсии уже 38-й год. Но сотрудники Брянского линейного отдела полиции очень трепетно относятся к своим ветеранам. Мы стараемся хотя бы один раз в месяц их, конечно, навещать, не забывать, помогать, чем можем. Юлия Степановна занимается огородом. У Ивана Андреевича своя пасека. У пчеловода на участке 15 ульев. Ухаживать за таким количеством пчел – дело непростое. У меня отец был пчеловод. И он умер. У него три семейки осталось. Пчеловод, но он говорит, давай, Иван, ты один у меня остался, пчеловод, который любил. Ну, вот так я здесь оказался. Вот этот дом и купил. Для младшего поколения полицейских ветеран линейного отдела Иван Карпов – живая легенда. Он пережил войну. Отдал молодость служению Отечеству. Сегодня ему 91. Но он не теряет связи с делом всей своей жизни – защитой правопорядка. Сотни раскрытых дел, десятки спасенных жизней. Иван Андреевич Карпов – герой не только полиции, но и наш тоже. В Брянске подвели итоги первого этапа конкурса «Леди в погонах». Его, напомним, в преддверии Международного женского дня 8 марта организовало региональное управление МВД. Из 30 претенденток путем онлайн-голосования отобраны 5. Виктория Кохан – лейтенант юстиции, следователь Новозыпковского отдела полиции, а в свободное от работы время волонтер. В пятерку финалисток также вошли оперативный диспетчер дежурной части из Брянска Екатерина Гранкина, госавтоинспектор Диана Клопова, старший специалист Центра финансового обеспечения ОМВД России по Брянской области Ирина Сомкина и следователь из Трубчевска Ирина Шатковская. Второй этап конкурса стартует 15 февраля. Девушкам предстоит продемонстрировать профессиональные навыки, пройти тестирование на знания действующего законодательства, выполнить норматив по огневой подготовке и упражнения по стрельбе из пистолета Макарова. На базе детско-юношеской спортивной школы имени Шкурного прошел зональный этап первенства Брянской области по мини-футболу среди юношей 2009 года рождения. В первенстве по мини-футболу среди участников юные футболисты до 14 лет. В группу в Клинцы попали такие команды, как Шкурного-1, Шкурного-2 Клинцы, Луч Клинцы, Новозыпков и Злынков. В зале особая атмосфера спортивных соревнований. Соперники внимательно изучают тактику друг друга, настроив всех игроков только на победу. Эмоции. Ну, после первого проигрышного матча не очень, но мы настроены дальше побеждать. Главные болельщики – это, конечно, родные юных футболистов. Такие соревнования, считаю, надо проводить всегда. И лично я всегда присутствую. И езжу даже по районам за них болеть. Я считаю, для молодежи, нынешних подростков, это самое лучшее, чем их можно занять. Такие массовые виды спорта, как футбол. И в Клинцах он в последнее время очень развивается в нужном направлении. По итогам этапа в следующий раунд вышли хозяева. Сразу две команды детско-юношеской спортивной школы имени Шкурного. Дмитрий Газин, Евгений Суйков, Григорий Дупанов, Андрей Шевченко, Клинцы. Знаменитые деликатесы Дальнего Востока снова в Брянске. Рыбу и икру Камчатки накануне масленичной недели доставили в Бежицкую линию. Открыть для себя что-то новое и приобрести уже полюбившиеся морепродукты к праздничному столу можно до 18 февраля включительно. Интерес к этому павильону всегда повышенный. Еще бы, эти деликатесы не идут ни в какое сравнение с магазинными. Палтус, белорыбицы, тунец, нерка, белуга и, конечно, хит камчатского улова – чавыча. Чавычу мы выбрали, любим, нравится. Полезная для здоровья, помогает? И полезная для здоровья, и настроение хорошее, поднимает силы наши. Рыба вяленая, слабосоленая, холодного и горячего копчения, в тушках и стейках, ароматная, сочная, аппетитная. Уйти без покупки просто невозможно. Чавычу взяла. Она готова уже. Нарезай и ешь. И, конечно же, куда без свежей красной икры. Отборная, крупная, словно откалиброванная. Зернышко к зернышку. В каждом продукте кладезь незаменимых микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и 6. Я икру взяла. Икру услышала и пришла. Продегустировать и приобрести дальневосточные деликатесы можно на выставке «Икра и рыба камчатская». Павильон работает на первом этаже Бежицкой линии до 18 февраля включительно. Светлана Дробкова, Дмитрий Матеров, Брянск. Будьте в курсе. Самые свежие и актуальные новости на нашем официальном сайте губерния.тв. Заходите и читайте прямо сейчас. В Брянске за минувшую неделю сотрудники ДПС заштрафовали 89 водителей маршруток. Стали известны итоги онлайн-голосования конкурса «Леди в погонах». Состав «Брянского Динамо» пополнили три молодых игрока. Брянский путешественник Константин Петров отправился изучать пещерно-культовые святыни. В Стародубе в выходные прошел турнир по рыбной ловле на мормышку. Очередное пополнение в Брянском зоопарке. В Комарической районной больнице запланирован ремонт хирургического отделения. В Фокинском районе Брянска в 2023 капитально отремонтируют четыре участка автодорог. Еще больше новостей на нашем официальном сайте губерния.тв. Более десятка видов рыбы. Красная икра, мясо, краба и вкуснейшая печень трески. Та самая рыба Камчатского края развернет торговлю с 14 по 16 февраля в Унече. Свежие продукты без использования заморозки напрямую с полуострова Камчатка. На специальных витринах той самой рыбы Камчатского края. Рыба красная, белая, слабосоленая, вяленая. Разных способов копчения. Низкокалорийный тунец, изысканная форель, тающая во рту белорыбеца. Нежнейший омуль и королевский лосось, чавыча. Побалуйте деликатесами своих защитников. А еще икра чавычи, самая ценная, самая питательная и крупная икра. В ней много макро-микроэлементов, омега-3, фосфора. Из консервантов присутствует только соль. Та самая рыба Камчатского края гарантирует защиту от подделки. Вся продукция прошла сертификацию. Покупайте только у проверенных продавцов. К тому же перед покупкой икру и рыбу можно попробовать. Уйти без покупки невозможно, а купив один раз, обязательно вернешься снова. Изысканные лакомства к праздничному столу в одном месте, в одно время. В Унече с 14 по 16 февраля по новому адресу улица Первомайская, 22, в клубе имени Первого Мая. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи в эфире.